Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 14 мая, как всегда по четвергам. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Пандемия COVID-19 не стала для сельских тружеников серьезным препятствием. Тут хоть плач, а в поле на пассивные работы надо выйти вовремя. Наши хлеборобы выбрали социальное дистанцирование. Ну да, сел в кабину трактора, выехал в поле, вот тебе и самоизоляция. Первое интервью я проведу с Владимиром Казаковым, фермером из Павловского района. Весенние полевые работы в разгаре. Владимир, хотя и занимается животноводством, в этот день был в поле. В этом году он взял в оборот 20 гектаров залежных земель, на которых намерен посадить овес. Еще на 40 гектарах посеяли ячмень. Это будущая кормовая база для дойного стада. У меня есть механизатор, есть своих два трактора, сейлки, культиваторы. Газ 53 на подвоз семян помогает друг. Еще 40 гектар параллельно обрабатывается предпосевная отделка для посева ячменя. Это тоже на корм у вас пойдет зерно? Зерно, да, тоже на корм, концентрированные корма. А сколько всего-то у вас техники? Два трактора, прицепные агрегаты, в принципе, все для зерновых, пропашных, плуги, культиваторы, бороны. В какую сумму вам обошлось ваше хозяйство, вот эта ферма? Корову 15 голов, всего я затратил на них полтора миллиона. Причем 11 голов мы привезли с Московской области, с Денцовского района, айширской породы, племенной скот, они молочно-жирного направления. У них средняя жирность 4,2, белок выше 4,5, вдой порядка 7 тонн в год. Всего было затрачено на строительство самой фермы порядка миллион 100, корову полтора миллиона, оборудование. Ну, вложено порядка 5 миллионов уже, из них 2 миллиона 861 тысячи рублей средства гранта, государственная поддержка. Достаточно этой суммы, чтобы начать работать и получать продукцию? Достаточно. Конечно, если бы были длинные недорогие деньги, недорогие кредиты, было бы полегче. Вот в этом году сумма гранта в районе 5 миллионов, плюс 1 миллион на кооператив, то есть 6 миллионов. Ну, фермер получает в районе 5 миллионов. Вот это более существенно уже. И на эту сумму, если хорошо составить бизнес-план, то можно стартануть. Как так случилось, что вы решили остаться, работать в сельском хозяйстве? Я родился здесь и уезжал в институт в 1998 году с мыслью, что через 5 лет вернусь и буду жить в Павловке. В прошлом году сложилось так, что я остался без работы, но последние 3 года работал в отрасли сельского хозяйства. И я знал о мерах государственной поддержки, и получилось землю арендовать. Ну, составили бизнес-план, подали документы, получил грант, и вот так оно все и получилось. Теперь работаем. Мне нравится. В этом году у вас вторая посемная. Ну как, оправдались ваши надежды? Да. В прошлом году было засеяно 70 гектаров подсолнечника, и я получил хорошую прибыль, что, опять же, мне позволило дальше уложить и развиваться. А в этом году уже 150 гектаров земли в обработке, 20 гектаров под посев века овес, 40 гектаров ячмень и 60 гектаров подсолнечник, и 30 гектаров готовлю под озимой культуры. Я слышала о том, что сеять подсолнечник – это очень такая жесткая культура, агрессивная. И что после подсолнечника земля уже не родит, не плодит. Это правда? Подсолнечник – техническая культура, она забирает много полезных веществ из земли. Нельзя бесконечные земли забирать. Ей тоже нужно помогать и подкармливать, и содержать севооборот. И почему сеять подсолнечник? Потому что это маржинальная культура. Она помогает заработать фермеру для развития, для жизни. Если сеять каждый год подсолнечник, или через год, или через три, то да, это будет плохо для земли. А если соблюдать севооборот, раз в 5-6 лет его сеять и удобрять землю, бобовые культуры сеять, тогда будет все хорошо. Вот вы получили грант плюс 1 миллион из-за того, что вы кооператив. Это в этом году будет поддержка с этого года. В прошлом году была поддержка до 3 миллионов начинающих фермеров, кто занимается животноводством. Плюс вам выделена сумма, потому что вы в кооперативе. В кооперативе, то есть у вас там небольшое объединение, у вас несколько хозяйств. Смысл есть в кооперативе? Смысл однозначно в кооперации есть. Для маленьких хозяйств, начинающих фермеров. Когда, например, зачем нужен комбайн на 20-30 гектаров? Он нужен, но его сложно и дорого купить. А если на 100, на 200 гектаров, на 3, на 4, на 5 хозяйств, это уже будет легче. Либо молоковоз для перевозки молока, либо какое-то иное, другое оборудование, то есть та же сейлка, культиватор, трактор. И на сегодняшний день государственная поддержка, она поддерживает кооперацию. Кубернатор у нас приезжал, он поддерживал начинающих фермеров и кооперацию поддерживал. Хотят помочь с выделением земель и невостребованных земель еще в районе достаточно. Сколько вас, молодых фермеров, то в этом кооперативе? На сегодняшний день 5 человек. Крестьянское фермерское хозяйство одно, двое личные подсобные хозяйства и два молодых парня, которые планируют тоже стать будущими фермерами. А вы в институте какое образование получили? Я закончил наш Ульяновский технический университет, радиотехнический факультет. Последние три года работала в отрасли сельского хозяйства. Но мне всегда нравилось. Пчелы, сады, виноград, ягоды. Немножечко о себе расскажите, пожалуйста, как вам живется в сельской местности? Не скучно молодому человеку там? Скучать абсолютно некогда. Куда ни посмотри, везде есть работа. В плане развлечения у нас есть дом культуры, есть спортзал. Все бесплатно. Лес, природа. С речкой, конечно, с водой, с прудами сложновато. Семья уже, проживаем совместно 15 лет. У нас трое детей. Свой дом построили. Материнский капитал помог. Что самое сложное? В чем вы нуждаетесь? В какой помощи, поддержке? Сопровождение специалистов, агронома, зоотехника. У нас проблемы в районе с семенами, с удобрениями, с дизельным топливом. Нефтебазы нету. То есть приходится откуда-то возить. А так как я начал с нуля, нету ни бочки, ни склада, ни площадки, где хранить семена временно. Благо в этом плане помогают уже состоявшие фермеры. Хочу прямо отметить крестьянско-фермерское хозяйство Пимчонкова Александра Валерьевича. Это село Шаховское. Он тоже довольно-таки молодой фермер, но всю жизнь занимается этим вопросом. Он очень сильно помогает. Он давно занимается этих вопросов. Спасибо ему большое. Это как наставничество в сельском хозяйстве для начинающих фермеров. Не пожалели, что взялись за это дело? Да нет, конечно. Где-то же все обдумано. Земля всегда прокормит. Вы самоизоляцию-то как пережили? Она вас затронула или нет? Вообще никак. Работа посевная как раз здесь. Весна. Я никак не почувствовал. Меры предосторожности, да, если куда-то выходили в общественные места. Маски, там, спиртовые растворы. Но на работу каждый день? Да. С полшестого утра и до двадцати трех. В обед немножечко отдыхаем иногда. Но это посевная. Весенний день год кормят. Владимира Казакова, фермера из Павловского района, мы застали в поле. А вот другого фермера, Станислава Санкеева, из села Елшанка Ульяновского района, мы застали по дороге в Мордовию. Станислав разводит индюков. Туда он поехал перенимать опыт. У него у самого, как говорится, дел и забот по горло. Но он еще мужественно занимается общественной работой. Руководит Ассоциацией фермеров Ульяновской области. Всего в нашей области 700 фермеров. 520 из них как раз входят в Ассоциацию фермеров Ульяновской области. Так что с ним мы поговорили обо всем. И про сельский бизнес по выращиванию мяса индюшатиной. И про общие дела Ассоциации. Станислав зарегистрировал свое фермерское хозяйство 7 лет назад. Что изменилось за это время, спросила я. За предыдущий год, получается, мы вырастили 96 тонн мяса. На этот год планы чуть-чуть побольше. Где-то в районе 105-110 тонн вырастить. Сейчас перешли на очень такие высокопродуктивные породы. Раньше у нас было белая широкогрудная кросс-универсал, российская порода. Покупали яйцо со Ставропольского края, селообильное. Потом постепенно перешли на бруллерские кроссы. Сейчас перешли на французский. Очень устойчиво мне понравилась очень птица. Цена, конечно, у них сейчас очень сильно подросла из-за курса евро. По сравнению с прошлым годом, что я покупал яйцо по 118 рублей, в этом году оно стоит 148,5 рублей. Стоим из-за одно яйцо. Сейчас также выводим. Порядка 6-7 тысяч поголовья нам нужно индюшат продать. Молодняком. А остальное там, опять же, выращивать именно на мясо. Мы вас застали по дороге в Мордовию. Какой у вас там интерес? В Мордовии вот есть агрохолдинг. Мы на одном из международных форумов по птицводству познакомились с управляющим и главным зоотехником этой птицфабрики. И я напросился познакомиться, чтобы посмотреть, насколько у них доведено до автоматизма и автоматизированы сами фермы. Вот у меня по голове, например, 96 тонн мы вырастили. За год работало определенное количество людей. У них на 15 тысяч голов один работник. Очень высокая производительность труда. Весенние полевые работы вы ведете? Ну, сейчас у нас по земле мы только вводим в оборот. Земля сельхозназначения, она, правда, сильно-сильно заросла. Мы вот ведем работу по очищению. Полевым работам я у других фермеров, бывает, принимаем участие. Так как являюсь представителем ассоциации фермеров в Шулианской области, зачастую мне ряд вопросов задают. То есть это и по удобрениям, солярке, другим ГСМ. Мы стараемся найти прямых поставщиков, которые играют с дилерами, и связать их с фермерами, чтобы они уже дальше сами с ними разговаривали, чтобы покупать именно нужные вещи именно от заводов-производителей. А кому вы помогли? Из каких районов к вам обращались за помощью? Да со всех районов. Мы вот проводили несколько ряд семинаров, то есть приглашали этих представителей заводов. Они объясняли фермерам, как они ведут работу. Они многие, многие ушли от посреднических услуг и начали покупать именно заводы. По ГСМ у нас фермеры делятся на две категории. Кто самостоятельно может купить с НПЗ, и кто не может. То есть не могут, к примеру, по причине недостаточного объема. То есть им нужно немного солярки. Но мы хотим настроить систему, где фермеры бы организованно собирались в потребительские кооперативы, где совместно бы мелкие фермеры могли купить также с НПЗ топливо по более дешевой цене, получив какой-то определенный объем, от которого уже делается скидка. И все-таки весеннеполевые работы как начались? В ассоциации состоит около 520 фермеров. Из 520 фермеров около 450 есть определенные пессивные площади. То есть это у кого много, у кого мало, у кого 3000 гектаров, у кого 50 гектаров, у кого 3 гектара. И сезон весеннеполевые работы. Они начались у всех по-разному. То есть южные районы вышли. На самом деле с поставкой ГСМ проблем я не замечал такого. С удобрением в этом году тоже таких сильных перебоев нет, как было года 4 назад, когда было очень сложно получить удобрение, когда была, опять же, курсовая какая-то разница, и представители заводов, им было выгоднее продать за рубеж свое удобрение. В этом году с такими проблемами ко мне не обращались. Запчасти даже в связи со скачком, евро, в связи с этой пандемией, вроде бы как границами посложнее стало. Но при этом у нас у фермеров много импортной техники. Из Германии, и итальянские, и из Франции. То есть много всяких комплектующих, которые поставляются за рубежа. Но тоже дилеры и служба сервиса, они оперативно доставляют запчасти. На какую оценочку бы вы оценили, как прошли и проходят весенние полевые работы? Я думаю, все отрабатывают очень неплохо, на отлично уйдет. По поставке племенного материала, то есть по КРС, тоже проблем с поставками не возникало, не возникает. Даже вот я вот как фермер яйцо покупаю инкубационное, за границей. Это скоропорт, который вот снесли, через 6-8 дней нужно поставить это яйцо уже в инкубатор. То есть это нужно доставить, везутся в фурами, через границы и никаких проблем. Вы начинали свое, создавали крестьянское фермерское хозяйство, зарегистрировали его в 2013 году. 7 лет прошло, все-таки разница ощутимая, есть ли какие-то подвижки? Я вижу много. В 2013 году я даже много чего не знал. То есть не знал много поставщиков. Многие поставщики только сейчас начали появляться. Техники, оборудование в целом. И вот инфраструктура, она за эти 7 лет выросла настолько, что сейчас вот даже в Ульяновской области можно по индейководству найти и оборудование в том числе. Раньше этого не было. Я постепенно работаю, постепенно развиваюсь. То есть из 9 тонн в 2013 году, потом 12,5 тонн у нас было в 2014 году, выросли до 96. То есть получается там 7,5 раз производства я прибавил. Но поголовье сильно не увеличилось. То есть 7 раз увеличилось объем, но поголовье увеличилось где-то 3,5 раза. Опять же, из-за того, что я перешел на более продуктивную породу, да, это дороже получается, но по факту именно тоннаж мяса и на килограммы мяса, это получается дешевле. Погода-то нынче все-таки как отметили наши землепашцы? В некоторых регионах, в районах они отмечают, что была небольшая засуха, а в целом, если сравнивать с другими регионами именно, то у нас довольно-таки благоприятные условия и для зимых. И если сейчас все отсеются на гировыми и пройдет дождик, то и для гировых будет тоже все замечательно. Два фермера, Владимир Казаков из Павловского района и Станислав Санкеев из Ульяновского района, рассказали о весеннеполевых заботах. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Сельские труженики, несмотря на режим самоизоляции, в принципе не могут не работать. Хоть живут там воды, хоть те, кто занимается растенияеводством. У них забот полон рот. Кто ухаживает за скотиной и птицей, кто трудится в поле. Посевные работы не отложишь, не перенесешь. Это в сельской местности. В городе из-за коронавируса дела обстоят куда сложнее. Заводы и предприятия в массе своей были временно закрыты. Весь рабочий персонал отправлен сидеть по домам, чтобы переждать опасное время. Месяц карантина для многих предприятий, особенно для малого бизнеса, оказался равносильным банкротству. Начались сокращения персонала. Число безработных резко выросло. Светлана Дронова, моя собеседница, руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовым ресурсам Ульяновской области приводит мне неутешительные цифры. Если за весь прошлый, 19-й год, в службу занятости в поисках работы обратилось 17 тысяч человек, то только за один месяц в этом апреле сразу 10 тысяч человек. Серьезная ситуация. Но во многом решить ее должна программа «Четыре шага на рынке труда». Программа рассчитана на поддержку безработных, на помощь для работодателей, на поддержку ульяновцев, которые до пандемии работали вахтовым методом, а сейчас сидят по домам. Интервью со Светланой Дроновой получилось большим и обстоятельным. Сегодня вы услышите первый фрагмент нашей беседы. Завтра в пятницу будет продолжение. Сейчас рынок труда испытывает колоссальные перегрузки. Действительно, очень большое количество людей, обратившихся и обращающихся до сих пор в центр занятости, как в поисках работы, так и с желанием встать на учет и получать пособие. Потому что действительно осложненное сейчас такое время для поиска работы. Поэтому, конечно, рынок труда сейчас это одна из самых важных забот руководства области. Если посмотреть, что это такое за четыре шага, первое, это, собственно, поддержка самих людей, которые у нас сейчас оказались в сложной жизненной ситуации. Это поддержка тех, кто сейчас обращается к нам в поисках работы и встает в центр занятости на учет. Сейчас объявлено президентом и действует мера поддержки для безработных граждан с 1 марта. Те, кто потерял работу официально и пришел на биржу вставать, как человек, потерявший работу во время вот этого вируса. Те, кто потерял работу после 1 марта, официально уволился, неважно как, по соглашению сторон, по собственному желанию, по сокращению. То есть человек, который в марте уволился, он имеет право на повышенное пособие в размере 12 130 рублей в месяц сроком на 3 месяца без предъявления требований дополнительных к стажу, к его заработной плате, ну и без каких-то дополнительных еще условий. То есть все имеют право на эту выплату. Сейчас к этой выплате добавляется еще одна выплата. Это 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, который есть у таких безработных родителей. Получается, что в данном случае все, кто потерял работу до 1 марта, например, уволился в феврале или в январе, или в декабре. И те, кто приходят люди к нам на биржу труда даже в марте или в апреле, они такое пособие получать не могут. Они могут получать пособие уже в размере минимальном, это полторы тысячи рублей. Мы считаем, и губернатор эту инициативу поддержал, и сейчас ее мы отправили в федеральное правительство, чтобы людей, которые пришли до 1 марта, потеряли работу, и те, кто пришли, потеряли работу после 1 марта, были уравнены в праве на получение этого пособия, и чтобы все, кто сейчас стоит у нас на учете в качестве безработного, даже если они стали раньше, чтобы на эти 3 месяца они все получали одинаковое максимальное пособие в размере 12 130 рублей. Кроме этого, мы еще одну законодательную инициативу, опять же, за подписью губернатора, на председателя правительства отправили. Это также право на пособие такое же большое для тех, кто является индивидуальным предпринимателем и закрывает собственное дело. Потому что сейчас тоже есть такая несправедливость, некоторый перекос. Если у индивидуального предпринимателя есть нанятые работники, и сейчас в это тяжелое время, например, индивидуальный предприниматель закрывает свое ИП, и они приходят вместе с работником на биржу труда вставать, работник имеет право на пособие в 12 130 рублей, а сам индивидуальный предприниматель имеет право на пособие в 1500 рублей, даже несмотря на то, что он потерял работу после 1 марта. Мы тоже посчитали это несправедливым, и губернатор эту инициативу тоже поддержал, и тоже она была направлена в адрес председателя правительства Мишустина. Эту инициативу мы отправили уже на прошлой неделе. Время для ответа стандартное от правительства Российской Федерации месяц, но поскольку здесь в связи с эпидемией вопросы, связанные с ковидом, решаются в ускоренном варианте, то мы ожидаем ответ до конца следующей недели. Мы очень надеемся, что этот ответ будет положительным, и нас поддержат и другие регионы, потому что такое положение, конечно, не только для Ульяновской области характерно, но и для других областей. Вы сказали такую фразу, кто официально потерял работу, а что ждет тех, кто был трудоустроен неофициально? Вот что им-то делать? Они, по-моему, прогадали по всем фронтам. Да, вы очень правильно сказали. Это действительно сейчас сложилась такая ситуация, когда все люди, которые имели работу без оформления, или, как мы говорим, серый заработок, действительно сейчас то, о чем говорили, свершилось. Это люди поняли свою незащищенность перед работодателем, и в этой ситуации действительно работодатель говорит, что я вам больше не могу платить, это стали тяжелые времена. Поэтому, ребята, до свидания. И действительно сам человек, вот такой работник, он просто не может ничего в защиту свою даже противопоставить, потому что у него нет на руках ни трудового договора, ни трудовой книжки, где было написано, что он является работником официально. Поэтому действительно его права сейчас защитить будет очень сложно. Конечно, есть долгий вариант доказывать, что ты работал на этого работодателя через суд, но это действительно очень тяжелая дорожка. И сейчас у нас такие люди приходят, и их много. Если они раньше на биржу туда не приходили, их устраивал их серый заработок, их работа без оформления, то сейчас оказывается, когда они приходят к нам на биржу, и нет у них подтверждения тому, что они работали, например, по специальности, что они работали в какой-то сфере. Получается, что официальная запись последняя, например, в трудовой книжке или срочный трудовой договор они нам предъявляют, он был очень давно, и в соответствии с законодательством эти люди считаются длительно неработаемшими. Даже если они и работали, но по документам этого не видно, и доказать этого они не могут. И получается, опять же, по всему законодательству сейчас, что для них любая работа является подходящей. Получается, законодатель рассуждает так, что если ты, например, даже высококлассный, ну, например, электрик или инженер, то если у тебя нет записи в трудовой или трудового договора больше года, может быть, ты и работал, но по документам ты этого доказать не можешь, то законодатель считает, что такой работник теряет свою профессиональную квалификацию, свой профессиональный уровень. Поэтому любая работа для него, даже низкоквалифицированная, является таким образом подходящей, как человека, потерявшего профессиональные знания и навыки. Если смотреть это по подбору работы, поэтому сложность, во-первых, с трудоустройством, потому что он не может подтвердить то, что он действительно профессионал и работал в этой сфере. И вторая сложность в том, что когда он встает у нас на учете в качестве безработного, а человек имеет право встать в качестве соискателя, к нам прийти, зарегистрироваться, то пособие получать по безработице, он может только в минимальном размере, а это полторы тысячи рублей. Прозвучала первая часть большой обстоятельной беседы о поддержке безработных со Светланой Дроновой, руководителем Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовым ресурсам Ульяновской области. Завтра в пятницу, утром и вечером слушайте продолжение. Сегодня день леса. Это мы так говорим. А лесоводы уточняют день посадки леса. Я спрашиваю их о саженцах, они уточняют сеянцы. Так сколько сеянцев было посажено в этом году? Лесники отвечают. Более 12 миллионов штук. Причем Ульяновская область стала одной из первых в ПФО, кто в срок провел все работы по посадке леса. Мне об этом рассказала Светлана Ляхова, главный специалист отдела охраны, защиты леса и лесовосстановления Департамента лесного хозяйства Ульяновской области. Наибольшие объемы посадки лесных культур на арендуемых участках лесного фонда у нас проведены на территории Барышевского района, где было посажено более 423 гектар, и Николаевского района 260 гектар они посадили. И хотелось бы тоже отметить, одними из первых завершили посадку лесных культур арендаторы лесных участков Вишкаемского района и Старомайнского района. Очень интересно узнать, а какие же породы деревьев используются для посадок, и почему выбираются именно те или иные породы? В основном на территории области мы сажаем сосну, дуб, березу, так как это наиболее ценная порода, которая в дальнейшем используется для производства мебели, береза используется в фанерном производстве, ну и так далее. А можно узнать, откуда берутся саженцы для посадок леса? У нас питомники в области, здесь посадочный материал наш, то есть не привезенный, выращивает арендаторы лесных участков, мы всегда обеспечены своим посадочным материалом. 22 питомника имеются на территории области. А как потом отслеживается качество проведенных работ? После посадки лесных культур весной проводится техническая приемка работы по содействию естественному возобновлению лесов. Она проводится с целью установления правильности отвода и оформления участка, способов содействия. И соответствие их запроектированным мерам или с растительным условием, а также качество выполненных работ. Далее осенью текущего года мы проводим инвентаризацию лесных культур, в ходе которой дается оценка проведенных лесовосновительных работ. Инвентаризация лесных культур проводится с целью определения эффективности лесовосновительных работ. Ну, то есть учитывается приживаемость высаженных растений текущего года посадки и предшествующих годов для дальнейшего их перевода в насаждение. Насколько велика погрешность, скажем так, при посадке? То есть, допустим, посадили на определенном участке 20 саженцев деревьев, и из них прижилось только 5. 15 погибли. Ну, это зависит, конечно, от погодных условий, но в первый год приживаемость всегда бывает где-то процентов 70-80. Второй год уже немножечко поменьше. То есть, у нас очень хорошая приживаемость на территории Ульяновской области лесных культур. Вот мы с вами говорим, гектары называем, какие участки, мы проценты говорим, а вот хотелось бы штуками узнать, сколько деревьев посадили. В гектарах не менее 8 тысяч на одном гектаре. А у нас общее количество гектаров, сколько, уточните, было посажено в этом году? Мы посадили в этом году, у нас план 1500 гектар, а посадили 1531 гектар. Ежегодно вот по лесному плану мы сажаем 1500, но мы перевыполняем уже лет так 5, наверное. То есть, такие работы проводятся только раз в году, да, по весне? Ну, допускается сажать весной и осенью, но приживаемость вот как раз этих лесных культур лучше в весенний период посадки. То есть, мы стараемся наш регион сажать весной. Осенью, конечно, досаживаем, но выполнять запланированный объем стараемся весной. А каковы размеры самих саженцев? Мы сажаем двухлетку, вот как раз из питомников размер, стандартный посадочный материал 10, 12, 15, когда достигает и выше, да, вот этих стандартных. А вот такие маленькие деревца в лесу, где все мгновенно зарастает травой, они выживают все-таки? Конечно, мы же проводим осенью агротехнический уход за лесными культурами, своеобразная прополка, и когда ухаживают за культурами, то приживаемость очень хорошая. Такие вот маленькие по стандартам нужно сажать культуры. На ваш взгляд, самый лесной, самый красивый район в области у нас какой? Я считаю, у нас много красивых, и все красивые по-своему районы. По лесистости, ну вот как раз где мы больше сажаем, это вот у нас именно Барышевский район, Ишкаемский район, Кузоватовский, да и много районов таких у нас хороших, красивых. А вот красивый лес, это какой лес? Какие там должны в деревья расти? Мы выращиваем в Ульяновской области в основном преимущественно сосну, хвойную породу, созданную с условиями места произрастания, и лучше всего у нее приживаемость. Сегодня день посадки леса. Светлана Ляхова, главный специалист отдела охраны защиты леса и лесовосстановления Департамента лесного хозяйства Ульяновской области, подвела итоги и рассказала о том, где и в каком количестве проведены работы и высажены сеянцы лесных насаждений. Пройдет какое-то время, и пусть не мы, так наши дети будут гулять в новых красивых лесах. В эфире рубрика «Родная речь». Слушаем филолога и блогера Дарью Рыкову. Родная речь Недавно были праздники, многие отдыхали и, наверное, не задумывались о правилах русского языка. На самом деле, даже в просторечных разговорных словах можно сделать ошибки. И лучше, конечно, их не делать. Давайте разберем несколько самых распространенных слов, которые мы употребляем в разговорной речи. Например, многие делают такую ошибку, когда пишут такое выражение «по ходу». Хочется написать его слитно, потому что фактически это является наречием. Но на самом деле «по ходу» нужно писать раздельно. Давайте разберем несколько примеров. Мы прошли одну остановку по ходу движения транспорта. Здесь имеется в виду ход движения, и поэтому мы с предлогом пишем отдельно. И второй вариант. «По ходу» «В этом году на майске сидим дома». Вот в этом контексте мы будем использовать это слово. И хочется написать слитно, но на самом деле правильно писать раздельно. Кажется, когда-то сочетание «по ходу» «дела» показалось людям слишком длинным, и они перешли на просторечное «по ходу». Оно пишется раздельно, как и в первом случае «по ходу движения», где эти слова полноценны члены предложения. А просторечное «по ходу» используется как вводное. На письме обычно выделяется запятыми. Еще одно очень распространенное выражение, которое используется как слово «паразит», и часто в нем при написании делают ошибки типа значений сравнения. И пишут его многие подростки, и взрослые люди допускают эту ошибку «типо» с «о» на конце. На самом деле правильно писать «типа» для сравнения от слова «тип». Это слово «паразит» должно возглавлять все списки с ошибками в разговорной речи. Предложение «типа» может быть междометием или частицей в качестве синонима вроде, и даже словом паразитом, которому сложно выделить роль в предложении. И пишется оно с буквой «а» на конце только так. «типо» ни в коем случае нельзя употреблять. Также к вопросу отдыха, майских праздников многие пишут с предложением отдохнуть по полной, ставя по полной через дефис. Ну, многие наверняка вспоминают усвоенное в школе по моему, по твоему, по другому, где всегда пишется через дефис, и вот хочется так автоматически написать. На самом деле по полной нужно писать раздельно. Когда-нибудь карантин закончится, весь мир оторвется по полной. Перед нами усеченный вариант выражения «по полной программе». также людям показалось это долго говорить, и программа усеклась, осталась только по полной, пишется раздельно. И последний пример, который сегодня хотелось бы привести, очень популярное среди также подростков, молодежи, и пожилые люди употребляют слово «телек», сокращенно от «телевизор». Этот отдых, отдых перед телевизором мы всегда себе можем позволить, поэтому употребляем это слово и на письме, и в разговоре очень часто. Многие делают ошибки, когда пишут слово «телек» с двумя буквами «е». На самом деле здесь суффикс «ик», суффикс сокращения, телевизор «и», нужно писать «телек», только так, через букву «и». Итак, многие утверждают, что грамотный человек не будет загрязнять свою речь просторечными словами. Но все мы люди, иногда это допустимо, например, когда общаешься с близкими друзьями или детьми. С грамотным человеком отличает то, что эти слова в дружеской переписке он напишет правильно. Вместе с филологом и блогером Дарьей Рыковой мы мечтаем о том времени, когда все вокруг начнут говорить грамотно. Даже если в своей речи вы используете слова «просторечие», делайте это правильно и красиво. И завершает нашу передачу архивная запись из творческого наследия ученый-фитотерапевта Зинаиды Крабцовой. Аленький цветочек Не перестаю удивляться, как богата наша природа лекарственными растениями. В старину говорили, Бог дав болезнь, даст и исцеление от нее. Сколько раз я убежалась в этом. Пришла как-то ко мне девушка, лицо покрыто жуткими прыщами, чем, говорит, только не мазала, результата нет. Я тут же рекомендовала все мази отставить, а сделать настойку из чимирицы и смазывать лицо. Сколько было счастья у девушки, когда через 3 недели лицо очистилось. Вот это удивительное растение живет у нас на лугах, болотах, берегах рек, в общем, в сырых местах. Эта чимирица лобеля не отличается своей красотой среди зарослей других растений. Листья похожи на ландыш, высокая, цветы невзрачные, собраны на концах стеблей. А вот корневища, чтобы выкопать, нужна очень даже большая сила. Но дело этого стоит. В каждой домашней аптечке должны быть корни чимирицы. Что бы ни случилось, на коже чимирица поможет. Очищает все, даже от насекомых паразитов в волосах головы. А знахарь приспособили ее для лечения пьянства. Ну, тут уж надо осторожно. Чимирица помогает, но только в умелых руках. Очень ядовито. Вот такое растение сейчас проснулось от зимней спячки и предлагает нам свои замечательные лекарства. Корневища с корнями. Их выкапывает, промывает, разрезает на части и сушит. Потом делают настойку или отвар и используют при разных кожных болезнях. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова